Привет! Сегодня, как я и обещал, мы изучаем циклы. Начнем мы с изучения цикла «пока». Что это такое, довольно понятно. В реальной жизни тоже бывают такие ситуации. Например, вам срочно потребовались фиолетовые кроссовки для вечеринки. И как описать ваши действия? Пока не нашел фиолетовые кроссовки, иди в следующий магазин. Как только найдешь их, нужно покупать. Это пишется после цикла. Давайте сразу посмотрим на примере. Пусть у нас есть задача сосчитать до 100, вывести все числа. Нам понадобится счетчик, специальная переменная, которую мы назовем i. Вначале она равна единице. Пока, по-английски while, и точно так же, как в if, пишем условия в круглых скобках. Пока счетчик меньше либо равен 100. Фигурные скобки и те действия, которые будут происходить внутри. Что мы хотим делать? Напечатать очередное число и увеличить его на единичку. Запускаемся. И все числа у нас слиплись в одну большую колбасу. Мы забыли поставить пробелы. Поставим. После каждого числа будет печататься пробел. Отлично. Вот у нас все числа до 100. Что здесь есть интересно? Счетчик, с чего мы начинаем считать условия, до какого момента мы считаем, и что происходит на каждом шаге цикла. Печатаем число и увеличим его на единичку. Посмотрим на более сложном примере. Допустим, у нас собралась компания, и они поняли, что им нужно купить пиццу. Чтобы не платить за доставку, надо кого-нибудь послать в пиццерию, чтобы он принес оттуда. Кого послать? Самого младшего. Как будет формулироваться наша задача? У нас есть последовательность чисел, это возраст людей, и нам нужно сказать, какой минимальный возраст у людей из всей этой компании. Числа у нас будут вводиться последовательные, и в конце последовательности будет ноль. Это значит, что компания окончилась, и больше там никого нет. Может ли человек решить эту задачу? Да, может. Как он это делает? В каждом моменте он помнит, какое наименьшее число ему уже называли в последовательности, и если новое число оказывается меньше, чем то, что он помнит, то вместо того минимума запоминает новое число. И в конце, когда последовательность заканчивается, говорит то, что он запомнил. Именно так мы и напишем в нашей программе. Нам потребуется то, что мы помним, минимальное число, и то, что нам называют, то число, которое нам назвали. Пока нам не назвали ноль, что мы будем делать? Если очередное число оказалось меньше минимального, будем запоминать вместо минимального числа наше новое. Ну, то есть ребята из компании сидят, называют свой возраст, и если кто-то назвал меньший возраст, чем то, что было раньше, мы запоминаем его. После этого нужно попросить назвать возраст следующего человека из компании. Попробуем запустить нашу программу. Не собралась. Используем неинициализированное локальное переменное now. Что это означает? Мы забыли спросить возраст у самого первого человека. Это нужно сделать до цикла. Попробуем еще раз. Опять не заработало. Используем неинициализированное локальное переменное min. Что это означает? Это означает, что мы не знаем, с чем сравнивать в самом начале, когда мы назвали первый возраст. Как человек называет минимум среди одного числа? Просто само это число. То есть мы можем в переменную min положить значение возраста первого человека, которого мы сочетали отдельно. Проверим. Пусть первому человеку у нас 15 лет, второму 16, третьему 17, и кто-нибудь привел всего 9-летнего младшего братишку. В конце 0. Это значит, что последовательность кончилась. Ничего не выявилось. Почему? Потому что мы ничего не вывели. Наша программа делает ровно то, что мы написали. Где нужно выводить ответ? После того, как мы обработали всех людей. То есть после цикла while. Ответ у нас хранится в переменной min. 15, 16, 17, и 9-летний братишка. Вот он и пойдет за пиццей. Посмотрим еще одну задачу, которая также решается с помощью использования цикла while. Кому идти за пиццей, компания выбрала. Остался вопрос, хватит ли у них денег. Каждый говорит, сколько у него есть денег, и нам нужно посчитать, сколько денег у них есть в сумме. Последовательность также заканчивается нулем. То есть деньги у всех есть. То, что кто-то говорит, у меня нет денег, значит, люди кончились. Как решить эту задачу? Опять же, человек у себя в голове эту задачу может решить очень легко. Каждый раз, когда ему называют очередное число, он суммирует его с тем, что уже помнит. Вначале он помнит ноль, ему называют очередное число, он прибавляет его. Ровно это мы и напишем в программе. Нам потребуется переменная для хранения суммы, вначале равная нулю. И то, что назвал очередной человек. Опять же, первого человека мы считываем отдельно, чтобы было с чем сравнить. Пока то, что сказал очередной человек, не равно нулю, прибавляем к сумме то, что он сказал, и слушаем, что нам говорит следующий человек. В этот раз не будем забывать вывести ответ. Сумму. Запускаемся. Пусть первый человек сказал, что у него есть 50 рублей, второй сказал, что у него есть 150 рублей, а третий человек у нас щедрый, говорит, что у него 500 рублей. На этом люди кончаются. У девятилетнего братишки денег нет. В сумме получилось 700 рублей. Задачи поиска минимума, максимума и суммы в последовательности очень часто встречаются в жизни. Например, вы купили в автобусе билетик, и хотите посмотреть, счастливый он или нет. Как проверяется счастливость билетика? Нужно взять первую половину номера, сложить цифры в ней, и вторую половину номера и сложить цифры в ней. Если суммы совпали, значит билетик счастливый, вам нужно съесть. Как мы будем решать эту задачу? Заведем две переменные для первой половины номера и для второй половины номера, и будем считать в них сумму цифр. Как это делается? В позапрошлом занятии вы научились узнавать последнюю цифру числа и предпоследнюю цифру числа. Для этого достаточно было посчитать остаток отделения на 10, а для предпоследней цифры сначала разделить число на 10, то есть отбросить последнюю цифру, и потом снова взять остаток. Таким образом мы узнаем предпоследнюю цифру числа. Если повторять эти действия до тех пор, пока число не кончится, то у нас получится перебор всех цифр числа, начиная с единиц, затем десятки, сотни и так далее Именно такую идею мы и реализуем в нашем решении Пока число не равно нулю Если число стало равно нулю, значит оно кончилось, все цифры мы рассмотрели Нам понадобятся также перемены для хранения суммы, давайте их создадим И заранее положим в них нули Пока число не кончилось, к сумме прибавляем очередную цифру, последнюю А из самого числа эту очередную цифру убираем Проделаем то же самое для второй половинки Метод называется копипаста Скопировали и вставили и заменили циферки 1 на циферки 2 И наконец после этого можно сравнить между собой суммы Если сумма 1 равна сумме 2, то говорим, что у нас был счастливый билетик и едим его Ну, есть наша программа не будет А иначе говорим, что билетик был несчастный И рисуем грустный смайлик Проверим Пусть первые 3 цифры, не важно сколько их, первая половина состоящая из 3 цифр Это 123, а вторая 312 Я поставил брейкпоинт не там, если у вас тоже случайно получилась такая история Можно еще раз щелкнуть, убрать его и поставить там, где нужно Снова нажать F5 Наш билетик несчастный, хотя должен быть счастливым Давайте разберемся, в чем же проблема Наша копипаста создала проблемы Я поменял единички на двоечки, но не везде Думаю, у вас будут такие же проблемы Это связано с тем, что копипаста плохой стиль программирования Пока мы по-другому не умеем, потом научимся Еще один заход Ура, теперь заработало Давайте проверим, что когда не надо, оно не работает Например, цифры 123 и 567 Да, билетик несчастливый Постепенно наша программа становится больше и сложнее Например, в этой программе уже 23 строки Мы нашли ошибку быстро по счастливой случайности Обычно так не бывает Поэтому нам нужно научиться методу, который позволяет эффективно искать ошибки Это отладка Вообще говоря, мы уже умеем ей пользоваться Например, вот эта штука называется breakpoint Точка остановки Мы можем поставить его не только в конце, но и где угодно в программе Например, начиная с интересной части Поставим его на нашем первом цикле while Введем какие-нибудь числа Половинки номера билетика И посмотрим У нас появилась желтая стрелочка, которая означает, что мы находимся сейчас вот здесь В этой строке Эта строка еще не выполнилась Все до нее уже выполнились Если мы наведем курсор на название какой-то переменной То увидим ее текущее значение Чтобы сделать один шаг То есть перейти к следующей строке Можно Зайти в меню отладка и выбрать шаг с заходом или шаг с обходом Пока что нам все равно, какой из них выбирать Поэтому выбираем любой Они соответствуют кнопкам F1 и F10 Итак, выполняем по шагам Смотрим значение Сумма стала равна 3 Это последняя цифра нашего числа Дальше Эта цифра отрезается Тоже успешно Мы можем продолжать смотреть, как меняются наши суммы И постепенно пропадают цифры числа В какой-то момент они кончаются И мы переходим к следующему циклу Чтобы продолжить выполнение программы до следующего проект-поинта Нужно еще раз нажать F5 или зеленую стрелочку Смотрим И действительно все работает С помощью этого метода можно найти то место Где то, что вы задумали, не соответствует тому, что делает ваша программа И исправить ошибку в программе Сейчас мы посмотрим одну прикольную штуку Которая называется вечный цикл Если бы вы работали в DOS как лет 30 назад То можно было бы намертво повесить компьютер Сейчас, к сожалению, можно просто нажать крестик Все делается очень просто Возьмем нашу задачу Самую первую про вывод всех чисел от 1 до 100 У нас, я помню, там была одна переменная В начале равна единице И мы писали, что пока число меньше либо равно 100 Выводить очередное значение Вот она программка И, допустим, мы забыли прибавлять единичку каждый раз Допустим Вау Вот такой наш вечный цикл, который печатает кучу единичек Но это будет продолжаться бесконечно, понятное дело Потому что никогда у нас наша единичка не станет больше 100 Что-то дальше делать с этим окошком Ну, закрывать его крестиком не очень хорошо А что-нибудь можно заглючить Поэтому лучше вернуться сюда И в разделе отладка нажать остановить отладку Shift F5 Тогда программа прервется Иногда вечный цикл можно использовать с пользой Давайте упростим его Сделаем while 1 Как мы знаем из прошлых вредных советов 1 это истина То есть пока истина Будем выполнять вечный цикл в чистом виде На каждом шаге все-таки будем увеличивать счетчик на единицу И если счетчик стал больше 100 Выполним команду break Прервать Она выключает выполнение цикла Досрочно, так скажем Действительно работает Но делать так, конечно, не нужно Так как мы написали в начале программы Было лучше Но в некоторых ситуациях это имеет смысл Например, вы ходите по магазину В поисках фиолетовых кроссовок Заходите в какой-то магазин И понимаете, что вы уже провели 12 часов в походе И хотите идти домой И вы пишите Вот ваш цикл Пока не нашли фиолетовые кроссовки Ходим по магазинам Но если на очередном шаге время превысило 12 часов То идем домой Пишем break Существует еще один оператор управления работой цикла Он называется continue Продолжить Когда мы доходим до него Выполнение цикла начинается заново То есть с проверки условия Все, что идет после него в теле цикла Не выполняется Наша задача про покупку фиолетовых кроссовок Это может выглядеть так Мы приходим в магазин Узнаем, есть они там или нет И так пока не найдем Но если в магазине очередь 100 человек То мы сразу идем в следующий Не узнавая, есть они там или нет Напишем решение такой задачи Пусть нам дана последовательность, оканчивающаяся нулем Необходимо вывести все положительные числа Которые встречались в ней Как это будет выглядеть? Зададим переменную для очередного числа Вначале в нее положим что-нибудь Что не будет печататься минус единицу Пока наше очередное число не равно нулю Делаем следующее действие Считываем новое значение Если оно меньше либо равно нулю Делаем continue То есть переходим снова к проверке условия То, что после этого if будет выполняться Только если наше очередное число было больше нуля Нужно его печатать Прямо внутри цикла Запускаем Проверяем Отлично Работает Конечно, злоупотреблять break-continue не стоит Потому что они ухудшают читаемость Но в частности, нашу программу можно переписать гораздо проще Если число больше нуля То печатаем его И никаких continue Проверим Отлично На этом на сегодня все У вас сегодня опять сложные практические задачи Но ничего, следующее занятие будет проще Так что старайтесь И все будет хорошо Пока